Тогда говорю вам всем еще раз привет. Спасибо, что присоединились в эту пятницу. Это очередной вебинар «Теплица социальных технологий». Если вы не принимали участие в онлайн-школе «Теплица», которая проходила в марте, наверное, вы тогда участвовали, если участвовали в вебинарах, ранее это был в феврале и так далее. Сейчас мы восстанавливаем обычный ритм. Это будут три вебинара, которые, по идее, не связаны между собой никак, как онлайн-школа. Поэтому следите за обновлениями, будет интересно. Пожалуйста, если кто-то читает чат, можете помогать мне. Просто напишите, пожалуйста, что если не слышно, нужно обновить браузер, в смысле вкладку браузера, да, либо перезайти, либо использовать браузер Chrome. Это на вашей стороне. Если кто-то меня, хоть кто-то один меня слышит, это значит, что все работает хорошо. Окей. И тогда поехали. Да, и по времени это будет, наверное, около часа. Если у вас есть какие-то вопросы, вы пишите смело в чат. Я буду их озвучивать по мере их поступления, либо в конце. Посмотрим в зависимости от того, какие будут вопросы. И, да, давайте начинать. Меня зовут Алексей Ницца, все еще по-прежнему. Я являюсь вент-редактором теплицы социальных технологий. Я веду вебинары такие, как этот. С радостью вам отвечу на ваши письма и сообщения, если вы хотите со мной как-то связаться. Есть два способа. Первый – это, естественно, мейл. И второй – это социальная сеть Facebook. Вы можете мне написать все, что касаемо мероприятий, каких-то идей по поводу вебинаров, вопросов про сервисы, про наши хакатоны. То есть пишите смело, с радостью отвечу. В двух словах скажу, кто мы такие, если вы вдруг слушаете в записи и не знаете о нас ничего, либо смотрите вебинар первый раз. Мы называемся «Цеплица социальных технологий». Мы являемся общественным образовательным проектом, который связывает две целевые аудитории. С одной стороны, это некоммерческие организации, общественные инициативы, это социальные предприниматели. И с другой стороны, это люди, которые владеют навыками и технологиями. Это программисты, разработчики и много кого другого. Это могут быть и пиар-специалисты, это могут быть и дизайнеры. И мы различными способами рассказываем общественным организациям и некоммерческим организациям, как использовать интернет и технологии для своей работы. Поэтому необходимо посмотреть на наш сайт. Много чего интересного мы там пишем, мы проводим мероприятия как онлайн, так и оффлайн. И за последние четыре года мы действительно сделали много чего полезного, поэтому материалов очень-очень много. Если у вас нет звука, пожалуйста, кто-нибудь помогите, напишите в чат, чтобы использовали браузер Chrome и перезагрузили страницу. Иначе я просто буду отвлекаться, это будет не очень быстро. Спасибо. Двигаемся дальше. Да, и да, хочу сказать, что адреса теплицы социальных технологий это е-ст.ру, и в социальных сетях мы везде слэш теплицы.ст. Это ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб и так далее. Так как мы создаем много контента, мы записываем мероприятия, вебинары и так далее, естественно, что много видео существует, поэтому очень рекомендую подписаться на наш канал на Ютубе. Сейчас там уже порядка четырех тысяч подписчиков у нас. Опять же, чтобы не пропустить что-то интересное, вы можете подписаться, поставить галочку «Получать уведомления», и на почту будут приходить уведомления о новых видео, которые мы загружаем. Это полезно. И я хочу сделать акцент на двух плейлистах, естественно. Первое – это записи вебинаров, то есть все вебинары мы, естественно, записываем, и потом вы можете совершенно спокойно их использовать в своих целях, показывать друзьям, знакомым, коллегам, сбираться вместе. Все, что угодно делать. Много контента, уже более, там, порядка шестидесяти вебинаров. Это, по сути, такие видео длиной один час примерно, где мы рассказываем о какой-то теме. Либо делаю это я в формате «Разбираемся вместе», да, либо я приглашаю какого-то спикера, который также рассказывает о том, в чем он является специалистом. Так, я, к сожалению, сейчас отвлекусь. Да, давайте я напишу ID, кому он очень надо. Если у вас не получается войти, попробуйте через ID. Вот ID такой, сайт, собственно, vcsimine.ru. Возможно, это поможет для тех, кто, к сожалению, не может войти. Окей. Пожалуйста, если кто-то может помогать мне в чате, и писать на всякий вопрос по поводу того, что нет звука или еще что-то, будет очень здорово. Хорошо, двигаемся дальше. И второй плейлист, естественно, это видеоуроки «Теплица», такие небольшие видео, где мы рассказываем о разных сервисах, программах, как пользоваться, что делать вообще, как использовать это. В том числе есть по MailChimp, например, сегодняшняя тема связана с этим сервисом. То есть рекомендую посмотреть, там уже более 130 видео есть. Вы можете найти те сервисы, которые будут вам полезны в вашей работе. За последний год действительно мы много чего сделали, поэтому независимо от того, где вы работаете, в какой сфере, думаю, будет полезно. И пока все мы вместе собрались, если вы в Москве, и у вас по какой-то причине есть время в среду, хотя это рабочий день, 19 апреля, я вас очень настоятельно приглашаю на нашу ежегодную конференцию, которая называется «Сетевой апрель». Там мы приглашаем спикеров, экспертов, людей, которые участвовали так или иначе в наших мероприятиях и были связаны с нами за прошлый год. И они расскажут много чего интересного о том, что они использовали в своей работе, как они делали более эффективно. Будет порядка 20 спикеров. Здесь вот ссылка есть на программу и регистрацию. Также рекомендую посмотреть. Если вы можете прийти, будет просто отлично. Я даже, наверное, скину сейчас анонс в чат, чтобы если кто заинтересуется, прийти, естественно, что это бесплатно, и будет очень интересно. Так, хорошо, двигаемся дальше. Лиша, чат я почитаю чуть позже. И да, о чем мы сегодня поговорим, и наконец-то мы переходим к теме вебинара, и она звучит как... Вот так. Сразу хочу сделать акцент, что все-таки правильно произносить, как email и маркетинг ударение на А. В принципе, можно говорить как угодно, но давайте стараться как бы делать это правильно, и поэтому email, маркетинг, ударение на первый слог. И сегодня мы поговорим о том, что это такое, почему это эффективно до сих пор, как ни странно, хотя и социальные сети, мессенджеры, другие каналы, взаимодействие с вашей целевой аудиторией, почему это до сих пор работает. Если это работает, то какие есть советы и практические рекомендации по тому, чтобы делать это более эффективно, как это делать эффективно, и какие тренды вот в этом году нас ожидают, что делать с рассылками. Кстати, у меня классно, у меня на картинке такая же чашка. Ну, то есть это не мой ноутбук, но у меня чашка такая же. Окей. И что же такое email маркетинг? Наверное, для многих это, ну, понятно, наверное, да, как бы словосочетание. Возможно, это все-таки из бизнеса. С чем у вас ассоциируется вот email маркетинг? Если у вас есть какие-то слова, можете написать в чат. Я с радостью прочитаю. А я пока переключусь и расскажу стандартно, что это такое. Значит, email маркетинг – это либо прямой маркетинг, либо директ маркетинг. Это инструмент работы с целевой аудиторией, который осуществляется с помощью прямого общения между компанией, организацией какой-то и потенциальным или существующим клиентом. Это как в бизнесе, так и не в коммерческой сфере. Это, в принципе, не важно. И это осуществляется с помощью электронной почты и специальных сервисов. И цель такой коммуникации – это укрепление лояльности аудитории. То есть это удержание и возврат клиента. Это тоже, наверное, очень важно, что цель – сделать так, чтобы люди, которые узнают о вас, они не уходили после какого-то совершенного действия, а оставались вместе с вами, поддерживали вас, если вы, например, некоммерческой организацией собираете пожертвования, либо какой-то бренд, который продает что-то. Цель, собственно, email маркетинга сделать так, чтобы вас полюбили и с вами продолжали жить вместе. И делали что-то вместе, следили за тем, как вы развиваетесь, что вы предлагаете, чтобы помогали вам и так далее. Так вот, с чем же ассоциируется часто email маркетинг? Ассоциируется он со следующими словами. Да, перед этим пару слов скажу, в общем, почему как бы это важно и почему до сих пор, как ни странно, 2017 год, а электронная почта все еще действует, да, и почему этот канал связи работает. Есть статистика, и вот есть ссылка на источник, если вам интересно посмотреть, откуда она, это конец 2016 года, что 98% интернет-пользователей имеют электронную почту, и 91% из них проверяют ее каждый день минимум один раз. Я, например, принадлежу к числу людей, которые... То есть я проверяю электронную почту практически постоянно. То есть я иногда даже не закрываю ее, потому что это один из основных источников коммуникации для меня по работе, и в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Вопрос интересный в чате. А есть ли кто-то, кто не пользуется электронной почтой вот для своей работы? Кто вообще перешел на какие-то другие каналы коммуникации, возможно, так и есть, например, социальные сети или мессенджеры. Наверное, Skype тоже можно считать за мессенджер. Если есть такие люди, вот даже интересно, как вы работаете, потому что действительно мне еще до сих пор очень тяжело от этого отойти. Окей. Так вот, это основное объяснение, почему до сих пор этот канал коммуникации работает. Да потому что просто у всех есть электронная почта, и все ее проверяют. И вот так выглядит на самом деле моя почта. Я там даже не знаю, когда это произошло. Наверное, скорее всего, года два назад я пришел к тому, что я хочу, чтобы у меня просто не было, не как бы не было новых сообщений, которые бы я не проверял. И вот если вы когда-нибудь придете к этому, и вы будете постоянно держать это на таком уровне, что у вас не будет непросмотренных входящих сообщений, потому что обычно это там тысячи, если это спам или еще что-то. То есть если почта – это ваш рабочий инструмент, то можно сделать так, что он будет для вас более эффективен, если вы придете к такому, когда у вас будет zero в инкаме, то есть в инбоксе не будет новых сообщений. И это действительно помогает как бы коммуницировать более эффективно. И какие же заблуждения, когда я вас спрашивал, есть действительно заблуждения? В основном они делятся на две части. Первое заблуждение в том, что считается, что email-маркетинг – это все-таки спам. И второе, что email-маркетинг – это рассылка электронной почты. Так вот, давайте в двух словах, наверное, как бы все это понимают, но тем не менее озвучим, что email-маркетинг – это не спам, да, потому что вы делаете рассылку по электронной почте для людей, которые уже есть в вашей базе. То есть каким-то образом с помощью формы обратной связи на вашем сайте либо где-то еще вы собираете электронные адреса таким образом, что человек сам добровольно оставляет электронный адрес. Например, он участвует в каком-то вашем мероприятии, да, и он там регистрируется и так далее. То есть изначально у вас уже есть база людей, которые добровольно согласились. А спам – это когда вы берете базу людей просто где-то в интернете, которые совершенно о вас ничего не знают, и вы им рассылаете совершенно другую информацию и пользуетесь тем, что где-то они оставили свои имейлы. Это не есть хорошо, да, и есть сейчас много спам-фильтров и так далее. И вот в этом некая сложность есть, что часто, когда вы пишете письма даже просто адресату, которого вы знаете, часто письма могут попадать в спам. Если, например, вы не... ну, там, в папку спам или в какие-то там ром-акции, если вы пользуетесь Gmail. То есть иногда часто просто сложно пробиться вот сквозь этот вот инструменты, которые помогают оградить пользователя от нежелательных писем. Со спамом понятно. И давайте пару слов о том, что email-маркетинг – это все-таки не электронная... рассылка электронной почты, да, то есть это немного более такой значимый формат. Это не просто действие, да, это стратегия. О стратегии мы сегодня тоже немножко поговорим. Если у вас есть какие-то рекомендации, если вы используете в своей организации, вот этот канал взаимодействия с вашей целевой аудиторией на достаточно хорошем уровне, с радостью послушаю, как вы это делаете. Если какие-то есть лайфхаки, можете поделиться с аудиторией. Тоже было бы очень здорово. Так, а меня слышно хорошо, потому что в чате молчание, вроде прекратилась вот эта вот дискуссия о том, что ничего не слышно, но надеюсь, что все, кто хотел, те слышат. Супер, спасибо. Давайте тогда двигаемся дальше. Банальные вещи для кого-то могут быть сейчас, опять же, озвучены, но тем не менее нужно сказать, собственно, в чем преимущество вот этого канала коммуникации с вашей аудиторией. Они здесь написаны, вы можете почитать, я их озвучу быстренько. Во-первых, это дешевизна поддержки канала, да, то есть вы можете бесплатно совершенно собирать информацию о ваших подписчиках, да, и практически бесплатно слать им письма, в зависимости от того, что вы используете. Вы также можете собирать актуальную базу своей аудитории, то есть именно тех людей, кто непосредственно в данный момент что-то делает, как-то с вами пересекается, да, то есть актуализация тоже очень важна. Давайте еще прокомментируем некоторый момент, который может быть более интересный. Это то, что с помощью этого канала вы можете ожидаемо приводить ваших пользователей к определенным действиям, которые вы от них ожидаете с помощью писем. То есть вы можете размещать там кнопки, там ссылки, какие-то другие объекты, да, на которые они могут, например, нажать и перейти и совершить какое-то действие на нашем сайте, например, там совершить пожертвование. И сейчас достаточно много сервисов существует, которые дают возможность полностью автоматизировать процесс и сегментировать базу подписки. Вот о сегментации мы поговорим немножко позже, более подробно. Это очень важный такой аспект. И сейчас все-таки, да, есть такое понятие, как big data. Мы все собираем данные в прямом смысле слова о том, как пользователь взаимодействует с нами, что он делает, каким образом, где он живет. Если, конечно же, мы там собираем информацию о том, ну, если это открытый источник, а в принципе это открытый источник, да, то есть информация, там, о городе, о типе использования оборудования, там, с мобильного устройства или нет, браузер, какой использует, какой язык использует, какая операционная система и так далее. Это все автоматически используется, и можно узнать о пользователе, поэтому на основе этих данных мы можем персонализировать наши сообщения и давать пользователю именно то, что он хочет, да. Вот. Об этом тоже поговорим немножко позже. Это очень важный аспект. Именно вот в 2017 году все-таки, да, будущее, оно там наступило, оно наступило уже давно. И вот некоторые моменты, которые существуют уже сейчас, их надо использовать, потому что иначе просто вы не сможете нормально взаимодействовать с вашей аудиторией. Итак, сначала еще пару слов хочу сказать о том, что какие есть вообще показатели эффективности. И вот они, в принципе, есть. То есть их четыре, но пятый тоже можно сюда внести. Это то, в принципе, что вам нужно знать о имейл-рассылках, когда вы их совершаете, когда вы пишете вашим пользователям, да. Просто, во-первых, нужно сказать, что вы должны делать это не совсем там бездумно, да. То есть когда вы что-то делаете, вы должны понимать, что нужно измерять эффективность, и есть определенные показатели. Первый показатель, естественно, это количество подписок. Это то, насколько большая у вас база, сколько людей подписались на вас, как часто они подписываются, как часто они отписываются, какой объем, как быстро растет ваша база и так далее. Второе – это open rate. Это открываемость писем. Это обычно измеряется в процентах, либо в относительном количестве, да. Это то количество людей, которые из общего количества вашей аудитории, кому вы высылаете письма, да, открыли ваше письмо. Например, у вас 100 человек на вас подписалось, у вас есть лист рассылки, и, соответственно, вы рассылаете, например, какое-то письмо, и открыло, допустим, 50 человек. Это значит, что open rate составляет 50%. Много ли это или мало? Это зависит от вашей индустрии, где вы работаете, но считается, и там дальше будут показатели, что в районе 50-70%, это очень здорово. Если у вас выше 30%, это тоже уже значит, что вы делаете это неплохо. Если меньше 30% открываемость, это значит, что вы делаете что-то плохо. То есть либо у вас заголовок какой-то неправильный, либо контент неправильный, либо что-то, что влияет на попадание в папку спам, либо вы используете какие-то сервисы, которые не очень взаимодействуют с этими сервисами, да, вот со спауном. То есть все это можно измерять, и это нужно делать непосредственно, постоянно, когда вы хотите вот взаимодействовать с вашей аудиторией с помощью имейла и рассылок. Click rate – это еще один показатель, который говорит о том, сколько человек нажали на какую-то кнопочку или ссылку, когда они открывают ваше письмо. В чате гость пишет, что не совсем так. Если есть комментарии, конечно, пишите, я с радостью посмотрю. Click rate, естественно, что он всегда меньше, чем open rate, потому что, ну, то есть не может быть так, что люди нажали на ссылку внутри, не открыв письмо. Вот, то есть если click rate у вас составляет, там, порядка 20%, это тоже уже здорово. Там, 5%, 2%, 10%, это опять же все зависит от того, в какой вы индустрии, что вы делаете, но цель вот этого всего – исследование эффективности сделать так, чтобы все показатели росли. Количество отписок и сообщений, помеченных как спам – это тоже очень важный показатель. То есть, опять же, если у вас, например, ваше сообщение с хорошим open rate, но по какой-то причине очень много людей отписывается, это значит, что вы, опять же, делаете что-то не так. В том смысле, что, возможно, контент, который вы предлагаете вашим пользователям, не совсем релевантен. То есть это не соответствует ожиданиям. Например, если вы в благотворительный фонд и делаете какие-то рассылки о том, что вы делаете, да, предлагаете каждый раз совершить пожертвование или, например, пишете совершенно никак не связанное с вашей деятельностью, конечно же, для многих людей это будет знаком, что не стоит читать дальше, потому что это не соответствует ожиданиям. И показатели конверсии получателей – это уже когда вы соизмеряете то количество действий, которое было совершено. То есть, например, количество совершенных пожертвований в зависимости от того, сколько писем вы выслали. Допустим, вы можете измерять это, если вы отправили, допустим, 100 писем, да, и эти 100 писем привели к, допустим, к 10 совершениям пожертвований. Это тоже определенный показатель, который можно увеличивать. Я пока в чате почитаю. Вот тут вот гость пишет, что в благотворительном мире бенчмарк 23-24% open rate, click rate 6%. Да, ну я вот так и говорю, что все зависит от той индустрии, где вы работаете. А Николай комментирует. Не всегда система получает отклики от тех, кто открыл письма. Поэтому цифра открытых писем всегда очень условное значение. Но, безусловно, есть какие-то, наверное, неточности, но на что-то нужно ориентироваться. И мне кажется, в зависимости, опять же, от того, что вы используете какой сервис для рассылок. Кто-то может быть более точнее, кто-то менее точнее. Ну, безусловно, нужно там понимать, что это все-таки имеет, ну, то есть какую-то границу точности. Зачастую вообще цифра открытия письма мало чего вам скажет. Количество кликов – вот что важно. Ну, вот хорошее замечание только в том замечании, если в вашем письме есть ссылка, да, если вы просто информационное письмо высылаете, где нет призыва к действию, нет никакой ссылки, вы не можете тогда никак оценить клик-рейт. Это тоже такой интересный момент. Для понимания качества темы письма, вот говорят, что важен open rate, да. Ну, то есть вообще open rate, как я понимаю, наверное, это просто common sense, да, то есть если ваше письмо релевантно, если нормально написана тема письма, если контент соответствует, он напишен хорошо, то все окей. Почему влияет еще контент? Потому что есть помимо… вот в e-mail'ах есть помимо того, что вы там тему письма пишете, да, есть еще первая строка письма. Она тоже входит в просмотр, когда вы видите… Например, я себе ее в почте отключу, но большинство этого не делают, поэтому это тоже влияет. То есть это как бы первое поясняющее предложение о том, о чем письмо. Прошу прощения немножко, если звук какой-то… Так, окей, дальше еще посмотрю в чат. И все же стандартные данные доступны или рассылка через сервис определенный верно. Сильно слышно, да, наверное, что-то кто-то сверлит. Но, сори. Так. Да, все стандартные данные, которые я сейчас перечислил, они доступны через сервер, сервис, который вы используете. Например, если это MailChimp, то это окей. Там есть все, что необходимо, вы можете использовать бесплатно. Ну, понятно, что сервисов много, и мы рекомендуем использовать те, которые дают возможность делать это бесплатно, в первую очередь. Хорошо, двигаемся дальше. И теперь, естественно, переходим к совету. Советы простые, практические, но тем не менее. А потом перейдем к трендам, чтобы вот так вот было. Так, а презентацию скачать нельзя? А, да, презентацию скачать нельзя. Я, может быть, скачать только после того, как вебинар завершится. Так. Окей. Я постараюсь как-то перекричать. Сейчас, секунду. Окей. Итак, советы, они простые, но тем не менее. Значит, первое, что важно, персонализируйте, но не используйте уважаемые вот эти вот все элементы, которые сейчас можно сделать. Может быть, странный совет, да? Во-первых, понятно, что такое персонализация. Это когда вы обращаетесь к вашему пользователю непосредственно по имени, по тому имени, как он зарегистрировался. Так вот, некий совет, почему не стоит делать вот эти вот поля автоматически и вставлять, да? Потому что, во-первых, часто имя может быть никак не связано с настоящим именем человека. Вот. А во-вторых, часто мы испытываем страх о том, что это фишинг либо спам, да? Потому что часто, ну, кто сталкивался, кто сталкивался, тот, наверное, знает о том, что вот присылают такие письма, они так поддельные, да? Они вот как раз вот обычно используют имена, вот. И нам кажется, что это что-то ненастоящее, да? То есть совет делать персонализацию более натуральной, что ли, да? Это можно сделать с помощью второго типа. Я прошу прощения. Кто-то решил просто посверлить. Да. Персонализацию можно сделать через второй пункт. Это через сегментацию вашей базы. То есть чем вы четче сегментируете вашу... Это уже достаточно даже смешно. Так. А сильно очень слышно, когда я говорю, и кто-то сверлит? Или окей? Окей. Так вот, значит, что такое сегментация? Это значит, что вы можете вашу базу подписчиков разделить на некие блоки, которые в зависимости от того типа данных, которые они предлагают вам, да, вы можете их разделить на группы. Допустим, да, это географическое положение, это город, например, это пол, это возраст, это социальные какие-то аспекты, да, и так далее. То есть чем четче вы сегментируете вашу базу, тем лучше и выше будет open rate. То есть потому что вы будете предлагать людям необходимое именно то, что им нужно. Ну, допустим, самый простой пример, что если вы, допустим, предлагаете, я не знаю, людям совершить пожертвования и настраиваете письмо, там, именно для владельцев айфонов, да, например, а ваша основная целевая аудитория – это люди старшего возраста, у которых нет айфонов, да, у которых, там, ну, то есть обычный, там, компьютер или еще что-то, то это будет несоответствие, будет неудобно взаимодействовать с вашим письмом просто. Понятно, что есть адаптивная версия, но тем не менее. В общем, вы должны думать о том, что именно этот человек использует, например, да, или кто он, где он живет, вот. Или, например, там, город тоже влияет очень сильно, там, время года, возраст и так далее. Да-да-да, уважаемая женщина, там, хороший пример из чата. Честно, для меня вот, мне тоже не очень это нравится, вот, потому что, во-первых, обычно это вот классно видно, что если человек ошибается, например, в своем имени, когда он пишет, ну, например, там, не Алексей, а, там, Алексей, да, то есть это потом человек будет получать, так это тоже не очень здорово. Вот, хорошо, дальше переходим к третьему пункту – это короткие заголовки. Вообще есть такая, наверное, битва мнения о том, что важно на самом деле это более длинный заголовок или более короткий заголовок. Тут, опять же, нет какого-то конкретного ответа. Есть рекомендация, что, во-первых, есть вот длина заголовка, она именуется по какой-то причине мертвой зоны от 60 до 70 символов. То есть если вы делаете меньше, это хорошо. Если вы делаете больше, это тоже хорошо. Но имейте в виду, что заголовок, он обрезается, да, как минимум на мобильном устройстве это вообще видно, там, 4 слова. То есть чем четче и понятнее заголовок, тем лучше. Вот. Далее четвертый пункт – это время рассылок. Тут тоже кажется, что есть рекомендации. Дальше еще несколько рекомендаций будет, но на самом деле их нет. Все потому, что вам нужно исследовать вашу целевую аудиторию. Вам обязательно нужно проводить обет-тестирование, смотреть, кто когда лучше открывает. Просто берите, например, вот, допустим, я на своем примере расскажу. Я провожу вебинары, допустим, и я, естественно, рассылаю по базе приглашения принять участие в наших вебинарах. И я делаю это разными способами, в смысле то утром, то днем, то вечером, и просто смотрю потом, когда open rate выше и когда click rate выше. Так вот, кстати, хорошая зависимость есть, и она не прямая. То есть я вот, например, для себя понял, что действительно утром не стоит это делать, либо делать это прямо вечером перед окончанием рабочего дня, потому что человек, он там, допустим, если сидит за компьютером, да, то он уже всю свою почту разгроб, и у него есть время там проверить почту перед уходом, и он видит, что вот появилась какая-то новая информация. Если я отсылаю это как бы еще позже вечером или бы утром, человек приходит на работу, и он видит у него кучу просто писем, да, там, тем более рабочих, и еще какое-то непонятное письмо, на которое надо как-то отреагировать. В общем, это тоже нужно обязательно исследовать. Советы далее. Значит, подарите что-нибудь. Это всем известный как бы совет, особенно это связано там с бизнесом. Если вы что-то продаете, пожалуйста, дайте человеку то, что он не ожидает. Дайте ему немного более, да. То есть, например, это может быть какая-то бесплатная книга в электронном виде, что-то еще, да. Таким образом вы можете дать человеку понять, что, ну, вы, условно говоря, о нем думаете, да, и он так или иначе будет вам благодарен. Тем более, что если это будет книга полезная, именно связанная с контекстом того, что вы делаете. Адаптивный дизайн вашего письма, и это, например, сейчас по умолчанию в сервисах, которые вы, наверное, используете, допустим, если это MailChimp, это очень хорошая штука, что вам не надо думать о том, как самостоятельно перестраивать вид вашего письма для мобильных устройств, для планшетов, для разных мобильных смартфонов, телефонов, да, и для разных версий, там, десктопов, да. То есть это все должно выглядеть хорошо как на мобильном устройстве, так и на компьютере, потому что часто бывает так, что на компьютере это выглядит здорово, потом мы открываем на мобильном устройстве, то кнопочки маленькие какие-то, то текст какой-то непонятный, то еще что-то не видно. То есть вот это все нужно проверять. Еще такой совет есть, что нужно, ну, наверное, он, в принципе, логичен после того, как вы о нем услышали, да, что вообще-то классно было бы, если бы вы письма рассылали по выходным, потому что, с одной стороны, человек, если он проверяет почту, то у него меньше, как бы, задач в выходной день, и он просто это делает потому, что, там, ему скучно, или он просто хочет проверить какую-то информацию, да, в своем почтовом ящике. Ну, естественно, что если это не рабочий mail. Вот, и таким образом вы можете попасть именно в ситуацию положительную для вас, когда рассылка по выходным даст вам лучший open rate. Вот, Николай говорит, что это спорно в чате, а я вот думаю, что хороший ответ будет протестировать, да, то есть все же зависит от того, кому вы высылаете, что вы делаете. Вот, поэтому, возможно, если это только рабочий, да, инструмент почты, то это будет, наверное, плохо, да. То есть, ну, опять же, нужно пробовать. То есть сейчас все используют все-таки смартфоны, и часто у нас рабочая почта настроена на телефоне так или иначе, если мы активно взаимодействуем, да, то, например, открыть письмо в субботу, допустим, это окей. Например, я часто открываю почту и, ну, просто просматриваю, если что-то важное, а если не надо ничего ответить, то я просто ставлю, что опять оно новое письмо, и все. Да, и далее, значит, напоминайте подписчикам о себе. Это такой пункт, который достаточно, с одной стороны, ну, то есть он может показаться, он может противоречимым. То есть тут не имеется в виду, что вам нужно более часто делать рассылки, да, и зачастить так, чтобы потом от вас отписались, потому что один раз отписавшись, вы уже никак человека не можете внести в список, ну, то есть если только вручную, это неправильно. Это все связано, например, это пошло от бизнеса, да, например, когда человек совершает какие-то действия на вашем сайте, допустим, окей, пусть будет это некоммерческая организация и совершенно пожертвование. Он подписался, сделал какое-то разовое пожертвование, вы ему написали ответ автоматически, допустим, да, что спасибо, вы сделали пожертвование и так далее, и все, и дальше ничего не происходит. То есть обязательно таким людям нужно писать через какое-то время о том, что вот, спасибо, что вы нас поддержали, там, в будущем у нас планируется, например, то-то, 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 и вы можете поддержать нас еще раз или еще что-то. То есть вообще нужно отслеживать эффективность, как бы, наверное, это неправильно прозвучит, но некое такое понятие можно вести как эффективность людей в рассылке, то есть насколько они часто читают ваши письма. И вот дальше я покажу, там, например, в MailChimp так можно сделать. Можно посмотреть, кто из людей в вашем листе открывает ваши письма наиболее часто. То есть вы можете сформировать таким образом костяк тех людей, кому вы, то есть сегментировать по открытию. И как бы более взаимодействовать с ними уже. А те люди, кто редко открывает, например, да, писать им реже, потому что, ну, они и так редко открывают. Да, вот Медуза, например, вечером отсылается, да, кстати. Окей, и девятый немалозначимый пункт, наверное, на самом деле он даже самый значимый, это обязательно нужно отслеживать статистику, потому что если вы что-то делаете и не исследуете статистику, то вы не можете понять, насколько хорошо вы это делаете, да, то есть обязательно смотрите, насколько хорошо все происходит. То есть если вы знакомы с Google Analytics, вы знаете, наверное, о том, что можно ставить ссылки UTM-метки. Таким образом вы можете отслеживать открываемость этих ссылок из электронных писем, да, таким образом вы можете посмотреть, сколько людей открыли какую-то ссылку из электронной рассылки. Это тоже хороший способ посмотреть на эффективность. Окей. Двигаемся дальше. Про сегментацию несколько слов хочу сказать, что я уже говорил об этом ранее, но еще добавлю, что по самым простым признакам вы можете сегментировать, то есть разделять ваш лист рассылки, да, на какие-то сегменты на части, по демографическим признакам, это стандартным, да, если вы собираете эту информацию. То есть вы можете собрать, например, там, город или еще что-то. То есть по правильному, конечно, дело так, что, допустим, когда вы делаете лист регистрации, вы можете указать определенные поля, по которым вы потом можете сегментировать. Но есть такие поля, которые получаются автоматически, там, это информация, которая идет от интернет-провайдера, допустим. По интересам можно делать сегментацию, это тоже хорошо. Допустим, вот мы проводим разного типа мероприятий, да, и мы, соответственно, делаем разные листы рассылки, либо разные сегменты, связанные с тем, что кто посещает вебинары, кто посещает метапы, кто посещает наших аккаунт, допустим, в Москве, если. И вот по используемым устройствам, я уже об этом говорил, тоже важно, что вы должны понимать, кто с какого устройства взаимодействует с вами, с письмами. То есть если люди читают в основном, ваши письма открывают с мобильных устройств, то подумайте о том, как сделать так, чтобы ваши письма были хорошо читаемы и все было хорошо отображаемо. И, например, если, ну, это спорно сейчас будет, но, наверное, я бы сделал так, что если вы хотите встроить видео, которое можно проиграть или, там, автоматически проигрывается в рассылке, то если люди в основном читают это с мобильных устройств, не стоит этого делать просто потому, что это видео съезд, ну, там, трафик, это будет иногда тормозить, если интернет не быстрый и так далее. Вот. Есть такое понятие еще как капельный маркетинг, да, когда вы взаимодействуете с клиентом не один раз, а постоянно, и вы выстраиваете некие вот взаимоотношения таким образом, да, вы делаете шаги так называемой капли, да, когда вот человек что-то сделал, подписался, например, на рассылку или совершил какое-то конкретное действие, допустим, он подписался на участие в вебинаре, да, и у нас автоматически, например, уходит письмо человеку о том, какая информация, да. Через какое-то время еще что-то можно отсылать, а через какое-то время еще и так далее. Вот. И вот есть такое понятие, просто можно более подробно почитать о нем. Тоже хорошо. То есть можно выстроить просто такой график взаимодействия с вашими подписчиками. И, кстати, это можно сделать в MailChimp, единственное, что это платная версия. Все хорошо, но что же, например, мы можем посоветовать некоммерческим организациям? В принципе, это совершенно известные факты, но там соотношения могут быть следующими. То есть если вы некоммерческая организация взаимодействует со своей целевой аудиторией, то есть, можно выделить, в общем, три типа писем, которые вы можете отсылать. Первый – это информационные письма. Это некая активность и просьба сделать пожертвования, если вы, например, там, собираете средства. Информация – это всякие истории, полезные советы, благодарности за поддержку, да, активность. Например, пройти опрос, приглашение на мероприятие и так далее. Вот. Если вы разделите, например, все ваши письма на эти три типа, то тогда соотношение должно быть примерно как 2-1-1. То есть общая информация должна превалировать. И, например, количество писем, связанных там с предложением совершения пожертвований, должно быть как минимум в два раза меньше. Потому что если вы каждый раз будете писать о том, что «пожалуйста, поддержите нас», «пожалуйста, поддержите нас», «пожалуйста, поддержите нас», это не совсем эффективно. Люди, наверное, хотят знать чего-то большее, кроме того, как просьба совершить пожертвование. Да, они хотят знать, что вы делаете, как у вас вообще дела, как продвигается этот сбор, какие вообще новости, как другие реагируют, какие истории там и так далее. Вот. И более подробно можно посмотреть презентацию. У нас был метап в Казани. Можно посмотреть презентацию там, рекомендации более подробные. Они интересны, кстати. Так, несколько слайдов далее. Это вот, например, так выглядят автоматические письма. Мы используем обычные формы на WordPress у нас сайт. Есть плагин, который позволяет делать формы подписки, да, и можно настроить здесь автоматические письма. То есть, по сути, те письма, которые вы получаете, когда регистрируетесь на вебинар. Это значит, что человек сразу после регистрации, через какое-то время, там, не очень мало, ну, там, несколько минут на самом деле, приходит письмо, где есть вся информация. То есть это тоже хорошо работает, когда вы сразу даете некий фидбэк человеку о совершенном действии, да. Если он заполнил форму, пожалуйста, пришлите ему какое-то письмо, чтобы он понимал, что вот да, действительно, я это сделал, что обо мне помнит, что это, там, не кануло в лету, да, потому что часто можно сделать, там, например, какое-то действие или зарегистрироваться где-то, ну, представьте, да, вы зарегистрировались на вебинаре, и потом вам письмо никакое не пришло, вы просто забудете об этом. То есть обязательно нужно подтверждение о совершенном действии. Да, и естественно, что, конечно, сервисов много, безусловных много. Я, в общем, вам советую, если вы не пользовались, попользовались MailChimp. Если кто-то пользуется чем-то другим, бесплатным и эффективным, напишите в чат, может быть, другие пользователи тоже, там, слушатели вебинара попробуют использовать этот сервис. MailChimp бесплатен в формате следующем, что там вы можете делать листы, подписки до 2000 человек. И это бесплатно. И там очень много всяких инструментов, которые позволяют вам делать это более просто. Особенно здорово есть исследование эффективности, open rate, click rate и так далее. Вот, Мария пишет, что get response. Мария, если можете написать полный сайт, было бы удобно. Вот, и то, что я говорил в MailChimp, есть следующая штука, очень здорово, это contact rating, да, вот, то, что я говорил, это как бы рейтинг людей, насколько они открывают ваши письма. Вот, это классный способ сегментировать ваши подписки именно таким образом. Не знаю, вот, если где-то еще это, в Unisender, наверное, тоже есть. Еще хочу сказать вот о следующем, что понятно, что на open rate влияет много чего, да, и на click rate. Например, если вы не используете какие-то сервисы сторонние, если вы используете просто самописные какие-то, либо плагины для WordPress, либо еще что-то, которые позволяют вам вставлять шаблоны, там, через CSS, код или как-то еще. Даже если вы, кстати, используете MailChimp, MailChimp позволяет добавлять собственные новые какие-то шаблоны, да. Так вот, есть много ресурсов, которые позволяют найти вот эти вот хорошие шаблоны. Они могут быть бесплатными совершенно для ваших писем. То есть идея в следующем. Например, вы, как общественная организация, хотите делать рассылку, но вы не знаете, какой шаблон использовать, да. То есть что должно быть внутри письма? Как это все расположить? Как сделать текст? Сделать ли там графику или еще что-то? Совершенно непонятно. Так вот, решение может быть следующее. Во-первых, посмотреть, как другие фонды это делают. А еще один способ – это просто найти ресурс, который позволяет выбрать шаблоны и добавить их просто к себе. Я привел здесь пример вот этого сайта OZE Free Talk. На самом деле, очень хороший сайт, где есть много чего полезного бесплатно для вас. Это и фото, и видео, и шаблоны для сайтов. И в том числе там есть раздел шаблонов для писем. Вы можете выбрать один из сервисов, который там представлен, и вот посмотреть. Например, вот этот сервис, он говорит вам… То есть он классно сделан с точки зрения того, как выбрать шаблон. Он просто вас спрашивает, что вы хотите сделать? Какая цель вашей рассылки? Исходя из этого, вы можете выбрать, и потом вам предложат несколько вариантов шаблонов, которые вы можете скачать. Павел Калиников тут, кстати, пишет о том, что Tilda с этой недели поддерживает создание писем на основе своих шаблонов. Это тоже классно, кстати, здорово. Tilda, наверное, любят все. Ну, и в том числе Tilda позволяет подключить сторонние сервисы. Так, хорошо, двигаемся дальше. В общем, шаблоны для писем – это хороший вариант для того, если вы не знаете, как и что должно быть, как должно выглядеть. Так, и чтобы не быть голословным, здесь у нас есть на нашем сайте статья, называется «31 инструмент для рассылок». Там все, что касаемо вообще инструментов, которые можно использовать для своих рассылок. Это маркетинг, это аналитика, тестирование. Большой материал, написан в конце прошлого года, по-моему, или в этом. То есть достаточно свежая информация. Советую почитать. Окей. И двигаемся дальше. Сейчас несколько будет слайдов тоже еще с рекомендациями, и потом перейдем к трендам. Я уже про OpenRate говорил, что считается 50-60 процентов. В общем, как увеличится открываемость письма. Непосредственно об этом давайте поговорим. Здесь влияет, самое главное, два пункта информации, которые мы получаем, когда открываем письма. Первое – это from name, да, это откуда, кто прислал вам письмо, вы видите эту информацию. И второе – это тема письма. Вот эти два пункта очень сильно влияют на то, откроет человек письмо или нет. Если, естественно, оно попало не в спам, а в винбокс. From name – тут есть тоже два момента. Значит, если вы как организация отправляете письма, вы можете сделать два варианта. Первый – можете назвать просто от имени организации. Например, я вот русла, я могу сказать там адрес, там теплица, остальных технологий. Значит, и второй вариант – я могу написать свое имя. Тут, опять же, нужно это тестировать. Вот нет конкретного ответа, как это будет хорошо работать. Также вы можете написать, например, там Алексей из теплицы. То есть это все зависит от того, насколько человек узнаваем, насколько ваши люди, ваша целевая аудитория взаимодействует с вами и насколько она вас знает, да. То есть, например, если вы лично знаете человека, то, наверное, приятнее получить письмо от Алексея, да, потому что вы знаете, кто это такой, и вам это как-то более, что ли, значимо. Вот. И тема письма, я уже говорил об этом, про длительность, точнее, про размер символов, про количество символов в теме. Тут, опять же, нужно тестировать. Значит, все-таки мое мнение, что нужно делать заголовок кратким. Всего там четыре слова примерно. И вот это может повлиять на то, что человек захочется открывать или нет. Далее, время отправки. Время отправки. Сейчас появилась такая информация, что все-таки вот обеденный перерыв, как ни странно, он влияет на то, что человек открывает информационные письма чаще. Все зависит от индустрии, опять же. А утром почему плохо? Потому что человек приходит на работу и видит большое количество писем, и вы часто можете просто попасть в ту ситуацию, когда человек просто не будет акцентировать внимание на вашем письме. Вот. И еще один совет. Естественно, это сегментируйте список. Как я уже говорил, тут, в принципе, логично. Так, я пока посмотрю в чат. Окей, пока ничего. Можно ссылку на статью про 31 инструмент. Да, сейчас я скину ссылку. 31 инструмент. Прошу прощения, опять у меня звук тут какой-то. Наверное, нет, не дам сейчас ссылку, потому что долго искать. Потом можно скачать презентацию, там кликабельная ссылка. К сожалению, сейчас просто не буду искать. Да, спасибо, что дали. Вот, супер. И я нашел еще такую статистику интересную. Тут, правда, мелко видно, но, в принципе, если вы тут приблизите, тут есть такая увеличительная штука. Вот. Это, значит, день недели, в который лучше открываются письма по индустрии, по разным отраслям. Как вы видите, в основном это понедельник, как ни странно, но есть товары-услуги для детей. Например, это суббота, понятно, потому что у молодых родителей, например, или родителей есть больше времени, потому что они могут, наверное, отдать своих детей куда-то. Значит, что еще интересно отметить, четверг – это для туризма. И понедельник, в основном, что еще пятница – это финансы. Суббота – это ветеринарные услуги. К сожалению, тут нет благотворительной сферы, потому что я нашел это на сайте коммерческом. Но тоже вот интересно посмотреть, да, что есть индустрии, в которых день, в которых лучше открываются письма, они совершенно другие. То есть там среда, суббота – это тоже здорово. Да, спасибо еще раз, кто-то скинул ссылку. Да, и вот тоже возвращаясь к open rate, хочу сказать, что все-таки надо быть нацеленным на свою отрасль, потому что вот классная штука есть в MailChimp, что там показывается ваш open rate, и он еще говорит о том, какой средний open rate по вашей отрасли. Например, если это education, да, образование, то в среднем, например, по миру, там открываемость такая, то есть там 35-40 процентов. То есть если у вас примерно выше, то вы можете себя чувствовать уже более здорово, потому что действительно open rate выше. Так, и вот еще тут важный момент, связанный со следующим, что есть такое понятие спам-фильтры и как сделать так, чтобы туда не попасть. Это очень важно. Значит, избегайте стоп-слов и фраз. Стоп-слова – это можно исследовать с помощью сервиса главред. Сейчас я его напишу вам. Кто, кстати, главредом пользуется? Это сервис, который позволяет убрать, кстати, все стоп-слова. Перед тем, как делать рассылку, вы можете проверить его в этом сервисе, и этот сервис, он подчеркивает красным, выделяет те слова, которые можно заменить. Далее, избегайте заглавных букв. Говорят, что спам-фильтры очень сильно реагируют на это, и если у вас будет, например, заглавная буква в названии, вероятность того, что всему появится спам, повышается. Не используйте яркие шрифты и цвета – это тоже очень важно. В принципе, сейчас вообще не рекомендуется это делать. Используйте какие-то простые шаблоны, где важен контент. Конечно же, есть различные другие варианты. Вы можете там фон сделать какой-то, но, опять же, это должно быть здорово сделано с точки зрения дизайна, да, но если вы делаете разные шрифты яркие какие-то, да, то это вот тоже влияет. Потому что обычно спам высылается таким образом, да, и вот в начале 2000-х, конец 90-х, когда вот эти письма, да, там мигающие какие-то, непонятные буквы красные, там, или еще что-нибудь. Вот, это просто говорит о том, что, вероятно, письмо задержит спам. Большие изображения, в том числе, то есть не стоит делать, большие как по размеру, так и по весу. То есть если вы подгружаете, там, в ваше письмо, да, какое-то изображение, но оно явно не должно весить, там, мегабайт, да, там, или, там, 5 мегабайт, чтобы оно вообще не грузилось, тем более с мобильного устройства. То есть это должно быть достаточно легким, быстрым и открывающимся. Есть такая рекомендация, что в поле письма должно быть минимум 200 текстовых и цифровых символов. И избегать большого количества восклицательных знаков, то есть обычно еще вот тоже в спаме это видно, и в заголовке вот это вообще, мне кажется, не стоит делать, ставить восклицательные знаки. Другой вопрос, что сейчас смайлики позволяет ставить, да, вы можете, там, с телефона это делать, либо, там, в MailChimp, вы можете какие-то символы изображать специальные. Вот, но восклицательные знаки, вот, говорят, что не стоит этого делать, потому что это все-таки повышает вероятность попадания в спам. И еще пару советов о том, как увеличить базу подписчиков из всех остальных способов, да, понятно, что это, опять же, давать людям то, что они ожидают, какие-то бонусы бесплатные. Это хорошо работает, когда вы, например, собираетесь, не знаю, там, ну, допустим, я этого, конечно, не сделал, но мог бы сделать следующее, что когда вы подписываетесь на вебинар, я бы мог сказать, что вот каждый, кто подпишется, может получить электронную книгу или ссылку на какую-то книгу в электронном виде или на видео какое-то, да, которого нет в общем доступе. Второй момент, интересная мысль, что когда люди от вас отписываются, вы можете в том числе давать им какие-то бонусы и собирать эту базу и смотреть, как она взаимодействует с вами, да, потому что часто непонятно, по какой причине человек отписался, да. Также есть еще рекомендации, вы можете сделать небольшой опрос, спросив, почему люди отписываются, что произошло не так, да, там, какую-нибудь небольшую анкетку вставить, где есть вариант ответов, человек может просто выбрать. И еще один, третий пункт. На самом деле его можно вообще следующим, что с помощью имейлов вообще вы можете как бы предоставлять людям образовательный контент. Таким образом делать какие-то курсы онлайн через электронную почту. И таким образом это тоже будет вовлеченность пользователей. То есть если говорить о нашей онлайн-школе, которая была вот в виде вебинаров в марте, там интересный формат был в чем? В том, что это было три вебинара, ну, там, один вебинар в неделю. Соответственно, всего три вебинара. И я не стал закрывать регистрацию. То есть человек мог зарегистрироваться и после первого вебинара, и после второго вебинара, и после третьего вебинара, по сути, да. То есть давайте людям возможность подключаться, даже если у вас какой-то процесс еще идет. Вот. Дальше должен быть слайд, который говорит, вот, да, и так выглядит, например, если вы знаете, есть Impact Hub Moscow, и они делали в этом году онлайн-курс именно по электронной почте просто, да, в виде рассылки. Это такой интересный формат. То есть каждый раз человек получал просто письмо раз в неделю, и там давалась информация в виде видео, ссылок каких-то и так далее. или он мог сам в своем режиме что-то делать. Это интересный формат. И таким образом человек мог, например, поделиться этим со своими друзьями, либо скинуть ссылку, где человек мог в другой зарегистрироваться. То есть это вот тоже работает на то, чтобы повысить количество подписчиков. И теперь кратко о трендах. Тренды, на самом деле, не продолжают тренды предыдущих лет, но просто сейчас их озвучу более подробно. Я нашел такой график. Значит, одно интернет-издание англоязычное провело у себя опрос на своем сайте, спросило, что будет 2016 год, это год чего будет. И такие варианты, что это интерактивные письма, это big data и персонализация с помощью больших данных, это HTML5 видео в e-mail, это автоматические e-mail, это различные каналы взаимодействия или это как бы усиление безопасности почты и вообще рассылок. И, соответственно, как вы видите, что интерактивные e-mail занимают большое количество процентов в опрошенных. То есть большинство специалистов и людей считают, что интерактивные письма – это вот топ этого года. Что значит интерактивные письма? Значит, это письма, которые позволяют подписчику внутри письма непосредственно никуда не заходя, не выходя, совершать какие-то определенные действия. На этом примере, вот на картинке показано, что, например, когда человек получает письмо, он может прямо непосредственно в письме выбрать модель, выбрать размеры одежды, и прямо добавить в свою корзину и чуть ли не купить прямо непосредственно в письме. Также простой пример, что это может быть, это может быть какой-то опрос внутри письма. Человеку не нужно никуда выходить, он делает это прямо внутри. Вот, собственно, об этом и речь. Это интерактив. И если объединить все тренды вот этого года, то они могут прозвучать следующим образом. Так, прошу прощения, что все-таки мне кажется очень громко, но ничего не поделывается. Сейчас это завершится, наверное. Да. Значит, первый тренд, и он продолжает тренд предыдущих лет, что это адаптивная верстка. Пожалуйста, когда вы делаете вашу рассылку, думайте о том, с каких устройств будет открываться открываться ваши письма и позаботиться о том, чтобы все это выглядело хорошо на разных типах устройств, как на мобильном устройстве, так и на обычном компьютере. Второй тренд – это отсутствие double opt-in. Вот эта вот штука, с которой, честно говоря, мы еще не справились, и есть определенные инструменты, которые позволяют это сделать. Это что значит? Это когда, например, вы, как человек, подписались на нашу рассылку, и вы уже согласны получать информацию, например, о наших мероприятиях, вебинарах. И когда я делаю рассылку и приглашаю еще раз принять участие на нашем вебинаре, если я кидаю ссылку на наш сайт, то получается, что человек должен еще раз подписаться. То есть это неправильно. Если человек уже есть в листе рассылки, ему не надо давать повод еще раз зарегистрироваться. То есть как я сделал в этот раз, я просто вам всем прислал, если кто вот из электронного письма увидел информацию о вебинаре, что вы можете просто перейти по ссылке, и все. Вам не надо регистрироваться. Вот это очень важно. Дальше – это автоматические сценарии. Это вот первое письмо автоматическое, которое уходит. И вообще это инструмент, который позволяет вам выстроить последовательную отправку писем и вот эти сценарии для каждого типа или для каждого сегмента вашей аудитории. Это тоже очень здорово. То есть вы можете вести вашего человека, например, от начала знакомства с вами до совершенно какого-то действия, прям преднамеренно, целенаправленно через какие-то действия. Интерактивные письма, то, что это было предыдущее, это вот очень важный формат. Еще раз попробуйте посмотреть, как это делается. MailChimp – это позволяет делать платную версию. Там есть пример по ссылке. Это пример как раз вот про одежду. Можете посмотреть, как это выглядит там в видео. Это очень удобно, и это действительно здорово. Также я видел пример, где вот в Mail можно делать прям опрос. В принципе, Google Форум позволяет это делать, если вы рассылаете, в том числе из почты вы можете сделать. Единственное, что, например, Mail.ru закрывает эту возможность, и она там неправильно отображается. Следующий пункт про анимацию. Значит, все знают о том, что последние несколько лет, там, два-три года, GIF-анимация, она прям была в топе. Прям все начали вставлять эти GIF-ки в... То есть, ну, это движущиеся какие-то, да, там, картинки. То есть, кто не видит картинки, значит, и сейчас тренд нового года, вот этого 2017-го состоит в том, чтобы сократить нагрузку на трафик и использовать уже CSS-анимацию, а не GIF-анимацию, потому что GIF-анимация часто весит очень много. Это, собственно, картинка, которая просто имеет большой объем. Внутри там несколько картинок, да, там, объединены, и у вас получается смена кадров. CSS-анимация – это анимация с помощью кода. Вам не надо загружать что-то большое. Это все подгружается, это действует, работает намного быстрее. Еще один тренд – это отправка писем на основе данных о пользователях и более четкое сегментирование. Я уже о сегментировании говорил сегодня не раз. Обязательно обратитесь на это внимание. Обязательно разделяйте ваши листы подписки на части и попытайтесь понять, как взаимодействуют вообще ваши, там, пользователи с вами. То есть, используйте все возможные варианты. Далее типографика метастандартного текста. Тут, опять же, двоякая ситуация, да. Возможно, там, в благотворительной сфере, в общественных организациях это, опять же, может, там, работать лучше, когда просто текст, но не факт, да. То есть, типографика – это когда вы используете определенный шрифт, размер шрифта, бэкграунд какой-то, и вообще это выглядит очень хорошо. То есть, опять же, для этого вы можете использовать определенные шаблоны, которые вы можете скачать, бесплатно добавить, какие-то ресурсы, которые позволяют делать рассылки, там, в MailChimp или еще куда-то. Или вот как в Tilda, например. Высокое качество контента. Далее просто вот на слайде, видите, там есть статьи, можно почитать. Просто там с картинками, здесь без картинок. Что высокое качество контента, да, все-таки, если даже вы, там, благотворительная организация, вы делаете рассылки, они классные, но это должно быть действительно хорошего качества. Фотографии хорошего качества, шрифт хороший, текст хорошо написан, потому что мы все конкурируем за внимание пользователя, да. Мы хотим, чтобы пользователь свое время потратил на нас, прочитал, понял, что-то там, перешел куда-то. Поэтому делать это вот действительно в хорошем виде обязательно должно быть хорошее качество контента, потому что все мы пользуемся мессенджерами, социальными сетями, и мы видим, что такое хороший контент. Мы понимаем, что это хорошо, это здорово сделано, это не здорово сделано. Поэтому старайтесь равняться на какие-то хорошие, там, лучшие варианты, да, и применяйте их у себя. Потому что если пользователь привык, допустим, вы хотите собрать пожертвования, и у вас целевая аудитория достаточно люди, там, среднего возраста или молодого возраста, если вы будете им присылать просто текст, там, каким-нибудь шрифтом, там, Times New Roman, да, то, ну, это сразу нет, да, то есть человек не будет даже читать вас. Часто даже хорошая типографика, она дает больше результата, чем вообще контент сам в себе. То есть когда действительно удобно читать. Для многих из вас, возможно, хорошим примером будет, когда вы в книжном магазине выбираете книгу, и вы ее выбираете в первую очередь не по тому, кто автор и о чем книга, да, ну, понятно, что если там на полке стоят несколько книг примерно одной тематики, то многие из нас выберут ту книгу, в которой нам нравится качество бумаги, качество шрифта, да, там, размер шрифта и так далее. Вот тут то же самое. И еще один тренд. Сейчас уже давно мы можем вставлять видео, вставлять видео, но новый тренд – это переход на HTML5. Это, опять же, флэш уходит, наконец-то уходит в прошлое, и вот флэш очень тормозит. И вот видите, проблемы, например, здесь, на этой платформе, там, где мы идем вебинары с тем, что чего-то не слышно, чего-то не видно. Это все потому, что флэш. К сожалению, на технологии достаточно тяжелая, уже должна, как бы, мне кажется, уйти, да, и мы должны заменить это чем-то другим. И вот HTML5 – это новая технология, которая позволяет нам использовать видео в… не постоянно даже в письмах. Вот. Здесь есть три статьи, которые тоже рекомендую почитать об этом. И еще один материал по мейл-маркетингу. Это у нас был, опять же, митап. Вы можете посмотреть. По-моему, все. Еще несколько есть статей, которые я рекомендую почитать. Я нашел их недавно. Это «Как построить старой тенге рассылки», «Когда стечь открываемости писем 74%». Кстати, если кто-то может поделиться у кого, какой кликрейт и опенрейт. Вот. Даже интересно, если вы проводите исследование, там, если вам несложно, если это не закрытая информация. Вот. Какой у вас опенрейт? Вот я могу сказать, что, например, по вебинарам у меня опенрейт, там, около 40. И это, я считаю, мало. Вот. То есть я еще до сих пор делаю что-то не так. Так. И типографика для писем рассылки тоже хороший. Там материалы, там, проведены прям лайфхаки, как это делать. 27.30. 29.30. 5.6. Это кликрейт. Круто. 26. Ну, вот видите, да, в среднем это в районе 30. И вот я даже не знаю, как опенрейт сделать 74. Ну, опять же, это, мне кажется, еще зависит от размера листа, да, подписки. Если у вас там больше тысячи, то это, конечно, сложно. И вот почему, кстати, надо сегментировать, да, разбивать на сегменты. И в каждом сегменте, например, там, может поднять до 50. У НКО 20.30. Ну, круто, кстати. Мне кажется, сегменты позволяют увеличить на процентов на 10, наверное. Чистить базу, да, вот убирать тех, кто не отвечает, да. И, наверное, тем самым, ну, собственно, да. Это хорошее, кстати, замечание. Может быть, давайте озвучу его даже, да. Смотрите, что такое опенрейт, да. Это то количество людей, которые открывают ваши письма из всех, кто у вас в базе. Так вот, если у вас в базе есть люди, которые месяцами не открывают ваши письма, вы действительно просто их уберите или сегментируете. То есть они просто как мертвый груз. Может быть, они действительно читают, но очень редко открывают. И таким образом вы действительно поднимете опенрейт и кликрейт. Ничего себе, 60% больше по мейджор донорс. Круто. Ну, это прямо вообще, это топ, мне кажется. А мейджор донорс, это кто? Это кто считается такими донорами, кто постоянно делает что-то? Или у кого, как это называется, рекуррентные платежи? Так, окей, хорошо. Значит, давайте какие-нибудь вопросы-ответы. Это мишки и котики? Да, 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 да. Какие-нибудь вопросы есть? С радостью отвечу сейчас. Да, и еще, если можно, напишите все-таки, что вы используете для рассылок. И если вы можете, да, скажите, какой размер у вас базы? Больше тысячи или меньше тысячи? В общем, резюмируя, хочу сказать следующее, что все-таки до сих пор имейл является очень хорошим прямым инструментом для взаимодействия с вашей целевой аудиторией. К сожалению, сейчас все это уходит, конечно же, на нет, потому что есть социальные сети, мессенджеры, но мы все еще пользуемся электронной почтой, как ни странно, да, и этот канал надо использовать. Заведомо вот, зная, что мы хотим достичь, нужно проводить обязательно исследование эффективности и использовать определенные критерии. Это open rate, это click rate и так далее, вот. И, в принципе, все зависит от того, чего вы хотите, да, то есть, что вы хотите достичь. И таким образом просто вот те советы, которые я сейчас озвучил, они могут вам дать представление о том, как делать это более лучшим образом. Вот. Так, и сейчас я вас, вам тогда попрошу, вас попрошу, прошу прощения, заполнить анкету. О нашем вебинаре, будьте честными. Мне просто очень нравятся честные ответы, иногда встречаю, что действительно интересные ответы. Вот. Давайте, да, если вам интересна презентация, я вам сейчас дам доступ, вы можете скачать. Вот. Смотрите, если вы сейчас перейдете во вкладку документы, то вы сможете скачать в PDF. Это презентация 14.4 называется. Так, ну что, есть какие-то вопросы еще? Если нет вопросов, то вы можете всегда написать мне, задать вопросы, либо в Facebook, в мероприятии, либо как-то еще на почту. И еще один раз спрошу, есть ли вопросы? Вопросов, как я вижу, нет, да? Павел спрашивает, как вставлять HTML5 видео? Опять же, если вы используете сервисы для рассылок, такие как MailChimp, они позволяют вам непосредственно это делать. Либо с помощью кода. То есть, например, YouTube, как мы все знаем, да, то есть он уже давно перешел на HTML5, и он хорошо работает. То есть... Но если вы, например, загружаете свое какое-то видео, то в том числе. Так, ну что, куда нажать, чтобы скачать? Нужно нажать на вкладку документы, и там файл есть. Можно скачать. В любом случае, вы потом можете найти это в мероприятии, и я сделаю рассылку еще. Да, запись будет, конечно же. Спасибо вам тогда за внимание, и встретимся на наших следующих вебинарах. Сразу могу сказать, что следующее будет 20-го числа, а в следующий четверг, и 19-го будет наша конференция. Вы можете прийти, познакомиться с нами, если еще не знаете, и узнаете много нового от спикеров, которые будут участвовать. Окей, вам тогда спасибо, и хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.